так что получается абрикосовый привой привиты на подвой пози спел абрикоса станет созревать позднее до относительно все это самое помните этот страшный разброс когда непонятно что вырастает но шанс есть персик привиты на пользу спелы абрикоса будет хотя бы теоретически позже плодоносить теоретически будет попробую ответить на такой вопрос теоретически так и про абрикоса абрикос привиты на сию будет более низкоросом да он будет более низкоросом или умрет у нее два варианта не хочу быть низкоросом меня не согнете на колени не поставите я умираю и второе но тут надо хитрить закон соподчинения почек железа знаете тогда получится а рассказывать сейчас я не могу на это было посвящено 124 вебинара так высокие деревья создадут много тени на участках да создадут знака вопроса нет абрикос привиты и дальше прерывается да дальше прерывается видимо не хватило это место опарина московская область плюс 10 сенофонтов добрый вечер всем есть поселка красавск под новосибирском настоящий питомник сад шубиной покупателя рассады саженцы весом не протолкнешься и так все плохо ну знаете как я в таких случаях боюсь заглядывать не сразу появляются вопросы такие до сих пор а вдруг я наберу а там фотографии за интернет я боюсь я не буду вот сейчас вы сказали да а мне да я должен тут же как-то среагировать а как срегивать принять когда сад шубина там все прекрасно я поздравляю покупатели и хозяев питомников а вдруг фотографии из интернет поэтому для меня эта тема закрыта кушать все хотят здравствуйте всем сибирь с весной пройдет сейчас и скоро вернется зима шубина не отличаются других а уже ответ шубина отличается других торгов со саженцами посадочный материал много раз саженцы умирали не приходя сюда тут понимаете это не критерий вот дело в том что мы так обращаемся безобразно с этими саженцами вот мы не знаем элементарного что он наполовину отрезать я уверен что шубина она не отрезали я уверен что те кто тоже не отрезали шансы уменьшаются в пятеро обрезать и бред это святое не дай бог не обрежете уже несколько раз больше мертвых понимаете это а дальше что а поставите на сутку воду холодное помещение в темное пусть напьется воды потому что когда его ткнете в землю даже польете земля на холм будете садить если тем более на холм они быстро пересыхают холмы идеально ничего нет и дальше 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 122 поехали андрей добрый вечер подскажите насколько ставить членки воду перед прививкой а значит воду можете немножко подсластить на стакан пол чайной ложки вот я так делал я не заметил разницу мне так хорошо это хорошо но когда я подслащил хуже не становилось вот то есть холодная вода перед прививкой допустим вечером поставили торец отрезали потому что он испачкан мазью и листья арином испачкан отрезали наслежили вот столько воды к толщина и все на ночь а утром уже привать так интересно скажите яблони медовые черенки продаете медуницы одно и то же вы знаете есть такое выражение за что купил за что продал есть другое выражение что вижу о том пою привили вырастили 1 заплодоносима получили они упали поднимали земли есть фильм то есть все честно вот аж прозрачная аж такое впечатление что с сахаром наполнен этим сиропом наполнен а вот вкусно ну одна из самых вкусных да вот больше не знаю ничего медуница это не медуница медовы не когда получаешь возьмите этот спор бесконечный приезжает к родиму угостил 500 грамм яблок 500 грамм что это такое на синге было написано golden дэли шанс это не голды я знаю что это не голды а что мне теперь делать ну придумал железо а пускай кому не нравится это само возмущается что я должен был взять ее получить первый урожай взять и отправить то ли серенкида исполненная то ли косточки семечки и через 20-30 лет у них же плодоношение бывает на 10-15 год мне бы на могилу приклеили этот самый сертификат я бы гордился лежа в могиле так получается что я почти ничего не сказал кроме того что она вот по еще выражение когда мне спрашивали шелковица а вырасти вкуснючая а мне сибиряки а за пределами сибири меня не знал никто печатали сибирские газеты вот шелковица а что это такое а с чем идет а какой у нее вкус и только когда я придумал фразу слаще поцелуя хоть десятка два продал остальные вырубил пересли и выкинул это был тот момент сейчас мы ее разобрали потому что география увеличилась до финляндии до польши до этого самого до монголии даже и так далее вот поэтому получается так что если я вот так вот так же как слаще поцелуя не могу сказать скажу о покупайте и не ошибетесь так кошечки на санкт-петербург здравствуйте ольга малейская яблоня кондиль белосерия что за сорт не нашла никакой информации опишите это к сергею я и не занимаюсь но для меня казалось за пределами вот когда третьему прикупили участок насадил там что-то растет выпаять только из-за недостатка времени вижу что-то издали растет так и не подошел мира а он взял нарезом привил я спрашиваю и андрея помощника его дальнего родственника вкус какой крупно все вот и все хотите покупать хотите но это не туфта сергея туфту не продает потому что ему надо для него авторитет и фамилия это валюта и нельзя как рубль постоянно опускать и опускать кстати могли бы рубль не опускать вот знаете то что делать а нельзя говорить сейчас варамок при так эндиль белоснежная ну в общем как хотите это не ко мне валюта сильность плюс у вас у всех садоводов фото едва плода академика на фоне руки зеленым рукавом моё а нашелся Николай Владимирович привет а я выбрал знаете у меня еще много я боялся много не поверят так абрикос с аденцем приехал сергей же ну тут посмотрите это с нигде меня на броне поймать не могут спасибо вам представляете если кто-то сейчас написал что сергей ни причем растет москве плоды до 100 грамм там дара 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 вот это подарок так еще фотография туго жду вот это нарекание и все что я показал вот эти вот не оно хороши да ёлки палки как это здорово в москве плодносит носит. Эх, Володя, Володя. Из-за него свара получилась между вами и этим самым, Юрием Железовым. Ну, зачем это было доводить? Сказали бы парню, ну, не лезь ты где, не понимаешь. Да обидел тебя, если даже Железов. Ну, он же всегда это сам. Сейчас пришло это самое письмо. Вы не доложили черенки груш. Я извинился, говорю, доложу. Говорю, поймите, только в этот день собирала помощница моя. А на другой день же в стационаре его бока не лежала. Вот. Так бывает в жизни. Ну, я же дошлю. И это, если он обижен на меня чем-то, что раз пишет мне табрикосов. Я же не этот самый. Не мошенник. Виктор или Витар. Простите, один вопрос. После этой зимы почти все персики, кроме одного, между парень снега. Ой, у меня такое было. Персик Бродского, крайне собственная часть, привитый на войск. О, это вот поэтому. Это главная уже причина. После этого хочу перенести уцелевшие веточки на Манжурский. Правильно. Итак, поколение за поколением. Вопрос. Когда срезать черенки? Саженцы первого поколения? Начале зимы или весной? Те, которые уцеляют. Конечно, начале зимы. Хотите до конца потерять. Но главное сохранить. Вот. И все. И в начале зимы. Ну, не самое. Надо все-таки ждать. У меня как было. Я как вспомню, когда мы в ноябре забили пучка, купили, а весь декабрь стояла температура около нуля. И пучок сгнил. Мясо. Но так бывало. Вот. Пусть это редкость, но я только в случае вспоминаю. Зима, зима, рознь. Вот. Поэтому не торопитесь. Вот уже минус 5 не режьте. 10 не режьте. 15 не режьте. Ну, 20 где-нибудь уже на всякий случай срезайте. Это может быть в ноябре, в декабре. Я не знаю, где точно. Но где-то так. И главное сохранить. А весной вы можете уже все это. Просто не нарезать. Вот. Так что это раз. Во-вторых, вы прививали персики корнесобственные на войлочку. Это была ошибка. И мазурец, или китайские сливы. Войлочка на самый крайний случай. Вот. Я тоже триумфа не получил. Но учился. Войлочку сделал вкуснее. Вот. Получил единственный урожай. Есть фотографии, есть фильм. А потом что? А потом все. И сохранилось по полтора персика на очередной на войлочке. Это шел успех. Вот. Войлочка вишня. Это на самый крайний случай. Просто сохранить, пока появится тот же веков-манджурский или сливокитайский. Как временно, как отчаяние. Куплю в этом году, в следующем году железо вообще не это самое исчезнет. И тогда все. Вы знаете, что будет, когда мы перестанем этим заниматься? Вот. Сергей. Нигде, никогда ничего не достанет. Именно вот это вот. От того, что целенаправленно подвоемые и привоемые, отсюда и стопроцентная приживаемость. Попробуйте потом привить это все куда-то дальше. У вас не зря все замерзло по уровню снега. Валерий Костин, здравствуйте. Это Наташа. Можно ли делать прививки на волчки на взрослом дереве? Ведь волчки быстро растут и, возможно, прививки тоже хорошо пойдут. Да, не то, что можно, нужно. Они вертикальные. Волчки ошибочно считают, что они бесполезные, ненужные, вот, вредные, их надо еще уничтожить, ран понаделать. На самом деле, это будущая часть кроны, которая восстанавливается таким путем. Если выше повреждена кроны, волчок ниже. Тут повреждена еще ниже. И в то же время, это идеально для прививок. И у меня таких прививок много. Прививайте, в первую очередь, именно на волчки. Да, волчки имеют, я их называю, второй шорт. Да, волчки появляются, ну, может, со мной поспорят эти, другие специалисты, но, я вижу, в том появил, волчки появляются из клеток, не из почек. Спочек, это настоящие деревья. Вот, на волчки, им чистые волчки, появляются из почек. Качество их несколько хуже, поэтому еще и не любят. Ах, плохо растет. Нет, тут ведь быстро-то они растут, ах, плохо плодоносит. Ах, они жируют, ах, они бесполезны. Для прививок идеально. Так, Соловьев, вы уже говорили о своем методе, о своем методе, а мало что понял. Можно еще раз пояснить суть, как мы можем использовать суть практики. Ой, хорошо, если нас слушают эти, мои новые друзья, мои, Данюши, вот, Ольга и Наташа. Так вот, значит, суть такая, достали где-то черенок. Мне говорят, ах, ты такой, ты где-то все, готово достал, ни одного саженца, а так. А черенок, это не дерево, нам интересует только почки с него. Так, и подвой, который к нему совершенно не расположен, и не собирается его принимать в свою жизнь. То есть, существует понятие оторжения, с понятием генетической несовместимости, биологической несовместимости. Все это надо преодолеть. Вот, итак, черенки достали, сеянцы, допустим, могут быть с моего сада, просто, раз, сад готов. У многих он готов, мне целое это. Я на каждом ревенале показываю. Тем более, вот такой же вариант, как это, это же тоже фактически мой вариант. Все, что начиналось с моих этих, вот это все начиналось те же самые наследие менторы. Потом они расползлись, перестали быть похожи, но это потом. Первый этап. У вас могут быть мои черенки и мои подводи. Через пять лет у вас полносящий сад, гарантирован. Тем более, если еще есть саженцы, у тебя купите. Ну, или хотя бы семена и эти черенки купите. Дальше. Первое поколение, ну, из десяти мне было в случае, пошло два. Восемь мертвых, они могут снова вылезти из-под земли. Их можно снова использовать, но это отдельный разговор. Там свои хитрости. А два пошло. Выбирайте лучше из них, срезайте черенок, который самый длинный. Можете два, если хороший, три. Лишь бы он был от полуметра до метра, хотя бы до метра. Это все, это уже удача. Все-таки же срослось. А теперь вся хитрость, конечно, для этого были все эти вебинары, ну, ладно. Вот. Вопрос задан, отвечать надо. Значит, теперь берете косточки из того же дерева и следующее поколение, опять же, как однолетнее. Если с запасом сразу вырастили по двое, то на второй год двухгодички используйте. На третий год даже можно трехгодички. А если нет, так, по крайней мере, главное, чтобы все по двое были с одной дерева. Вы представляете, в 85-м году сажаю саженец, сеяниц, манджурского абрикоса. Ну, ему было год или два. В 85-м. Сейчас ему 36, 37, 38 лет. До сих пор все косточки с него. По крайней мере, я потом перешел на сеянцы. Бывали годы 20-30 ветра, бывали годы 1-2 ветра. Теперь я полностью практически дал Сергей, он берет по-прежнему. А приживаемость не видели? Откуда у вас 100-граммовые плоды? Вот они. Вот плоды весом до 100 грамм. Вот. Это получается как? Каждое следующее поколение вы видели, они себя чувствуют удобнее, потому что вы из первого поколения ветки срезали, а по двое те же, вот в чем вся хитрость. Те же, те же, с того же дерева, с одного, с одного, в крайнем случае, как я пишу, запятая, или потомков, который я назывался на рябном жестком абрикосе. С ними тоже сродниться. Почему? Потому что они наполовину на четверть уже имеют еще генетику культурных абрикосов. А уж культурных, культурных, куда денется, перерастет тем более. Понимаете? Вот. Итак, второе поколение. Не успело оно дальше растет и не тратит. Будет только сильная обрезка, чтобы взять наиболее максимально ценный черенок, это нижняя часть. То есть, и дерево надо дальше расти. Оставили 5-6 почек. Отрезали. 7-е, 8-е, 9-е, они тоже ценные. Эти пойдут уже на следующие поколения. А это дерево продолжает развиваться и на следующий год еще может дать вам надо же развиваться, а можно косточки дорогие, можно десятка косточек начать. И с трех черенков можно начать, так ведь? А можно с тысячи косточек. И догнать, и обогнать в угли. Вот. Итак, второе поколение. выросло, но там уже будет не 2 из 10, или там, допустим, 20 из 100, а будет 3 из 10, а может быть 40 из 100, а может 50. И выбор больше, а вы визуально выбираете опять. Самый мощный, видно, вот пьет, я самый лучший, мне лучше всего прижилось, у меня будут самые крупные плоды, каждое поколение каждое поколение даст больше плоды. Мичелинский дошел до старцев из 1 из 10, а может быть, или она самая, ну-ка, я бы не стал врать при ней, все-таки нет, моя надежда, мое будущее, я тоже Доню зову. Так вот, третье поколение, опять самый лучший, а по двое опять и нет. Пусть с четвертого поколения процесс в принципе закончен, но можете продолжать до двадцатого поколения, потому что Песоцкий, Александр Николаевич задает прямой вопрос, а они же могут в обратную сторону повернуть, влияние по двое никто не отменял, а муры, манитобы, и академики потеряли носы, теперь их родная мать не узнает. Видели, как интересно? В общем, само поняли, по двое все родственники, привое лучше из привитых. За пределы не выходить, больше никаких черенков со стороны, если вы хотите получить шедевр. А потом нет, потом инцест мешать будет, потом вы будете сделать так, чтобы рядом с академиком Роскоролевский, рядом с Королевским Мамок, рядом с Камуром Ротёп, рядом с Семисерафим, потом Бай, потом этот самый, и Фаина. Понимаете? Это потом. Хотите получить нечто, чего нет ни у кого? Тогда будьте добры, получайте таким способом. В общем, как с эмоциями, как с картинками, фотографии не показывают, но в принципе понятно. Фух, с вас пол-литра, говорят, что вы, знаете, меня сжигают вот эти вот разговоры, вроде бы о хорошем говорим, ведь вы мне подарок подарили такой, такая фотография. Ё-моё, и где? Оказывается, вы в Москве, а я когда фотографию разместил, даже не знал, где вы, откуда вы. А то не будет расти в Москве, не будет расти в Москве, не будет уже надоело отбиваться. Продолжение следует...